Джон Стейнбек. «Гроздья гнева». Кэрол, которая подвигла меня на это. Тому, который испытал все это на себе. Глава первая. Красные поля и часть серых полей Оклахомы только сбрызнуло последними дождями, и этого было слишком мало, чтобы размягчить запекшуюся землю. Плуги прошлись по полям, исчерченным струйками, не впитавшейся в почву воды. После дождей кукуруза быстро дала ростки, по обочинам дорог зазеленели травы и бурьян, и серые поля, и темно-красные поля начали исчезать под зеленым покровом. В конце мая небо выцвело, и облака, всю весну державшиеся кучками высоко в небе, мало-помалу растаяли. Горячее солнце день за днем пекло подрастающую кукурузу, и вот по краям зеленых побегов уже начала проступать коричневая полоска. Тучи появлялись ненадолго и исчезали. А потом и вовсе перестали собираться. Зеленый бурьян потемнел, защищаясь от солнца, и уже не захватывал новых участков. На поверхности земли образовалась тонкая спекшаяся корка, и по мере того, как выцветало небо, выцветала и земля. Красные поля становились жухло-розовыми, серые выгорали до белизны. По канавкам, размытым прошлогодними дождями, земля струилась сухими струйками. Пробегая по ним суслики и муравьиные львы, ссыпали вниз маленькие лавины пыли. Солнце палило изо дня в день, и листья молодой кукурузы становились уже не такими упругими и прямыми. Сначала они чуть прогнулись посередине, потом жилки потеряли свою крепость, и лист поник к земле. Пришел июнь, и солнце стало печь еще свирепее. Коричневая полоска по краям кукурузных листьев ширилась, подбираясь к центральной жилке. Бурьян сморщился, и стебли его повисли вниз, касаясь корней. Воздух был прозрачный, небо совсем выцветшее, и земля тоже выцветала день ото дня. На дорогах, там, где землю дробили колеса и рассекали лошадиные копыта, корка подсохшей грязи превратилась в пыль. Все движущееся по этим дорогам поднимало ее за собой. Пешеход шел по пояс в тонкой пыли. Фургон взметал ее вровень с изгородью. За автомобилем она клубилась облаком. Пыль долго стояла в воздухе, прежде чем снова осесть на землю. Когда июнь уже близился к концу, из Техаса и Мексиканского залива надвинулись тучи. Тяжелые грозовые тучи. Люди в полях смотрели на них, втягивали ноздрями воздух, поднимали руку, после них палец проверяли, есть ли ветер. И лошади беспокоились, не стояли на месте. Грозовые тучи окропили землю дождем и быстро ушли дальше, в другие страны. Небо после их ухода было такое же выцветшее, солнце палило по-прежнему. Дождевые капли, упав на землю, пробуравили в пыли маленькие воронки, немного промыли кукурузные листья, и это было все. Вслед тучим повеял мягкий ветер. Он гнал их к северу и легко покачивал увядающую кукурузу. Прошел день, и ветер окреп. Надул он ровно, без порывов. Дорожная пыль поднялась в воздух. Ее относило на бурьян, росший по обочинам дорог, и на поля. Теперь ветер дул сильно и резко. Он старался раскрошить подсохшую корку на кукурузных грядах. Мало-помалу небо потемнело, а ветер все шарил по земле, вздымая пыль и унося ее с собой. Ветер крепчал. Запекшаяся корка не устояла перед ним. Над полями поднялась пыль, тянувшаяся серыми, похожими на дым, космами. Кукуруза с сухим шуршанием хлистала налетавший на нее ветер. Тончайшая пыль уже не оседала на землю, а шла вверх, в потемневшее небо. Ветер крепчал. Он забирался под камни, уносил за собой солому, листья и даже небольшие комья земли и отмечал ими свой путь, проносясь по полям. Воздух и небо потемнели. Солнце отсвечивало красным. От пыли першило в горле. За ночь ветер усилился. Он ловко пробирался между корнями кукурузы, и она отбивалась от него ослабевшими листьями до тех пор, пока он не вырывал ее из земли. И тогда стебли устало валились на бок, верхушками указывая направление ветра. Наступило время рассвета, но день не пришел. В сером небе появилось солнце. Мутно-красный круг, излучающий слабый, похожий на сумерки свет. К вечеру сумерки снова слились с темнотой, и в темноте над повалившейся кукурузой завывал и плакал ветер. Люди сидели по домам, а если им случалось выходить, они завязывали нос платком и надевали очки, чтобы защитить глаза от пыли. Снова наступила ночь, кромешно-черная, потому что звезды не могли проникнуть сквозь мглу, а света из окон хватало только на то, чтобы разогнать темноту во дворе около жилья. Пыль смешалась с воздухом. Слилась с ним воедино точно эмульсия из пыли и воздуха. Дома были закрыты наглухо. Дверные и оконные щели забиты тряпками, но пыль незаметно проникала внутрь и тончайшим слоем ложилась на стулья и столы, на посуду. Люди стряхивали ее у себя с плеч, еле заметные полоски пыли наметала к дверным порогам. Среди ночи ветер смолк, и наступила тишина. Пропитанный пылью воздух приглушал звуки, как не приглушает их даже туман. Лежа в постелях, люди услышали, что ветер утих. Они проснулись в ту минуту, когда свист его замер вдали. Они лежали и напряженно вслушивались в тишину. Вот закукарекали петухи, но их голоса звучали приглушенно, и люди беспокойно заворочались в постелях, думая, скорее бы утро. Они знали, такая пыль уляжется нескоро. Утром она стояла в воздухе, точно туманно, а солнце было ярко-красное, как свежая кровь. И этот день, и весь следующий, небо сеяло пыль на землю. Земля покрылась ровным мягким слоем. Пыль оседала на кукурузу, скапливалась кучками на столбах изгородей, на проводах. Она оседала на крыши, покрывала траву и деревья. Люди выходили из домов и, потянув ноздрями опаляющий жаром воздух, прикрывали ладонью нос. И дети тоже вышли из домов, но они не стали носиться с криками по двору, как это бывает с ними после дождя. Мужчины стояли у изгороди и смотрели на погибшую кукурузу, которую быстро увидала теперь и только кое-где проглядывала зеленью сквозь слой пыли. Мужчины молчали и не отходили от изгородей. И женщины тоже вышли из домов и стали рядом с мужьями, спрашивая себя, хватит ли у мужчин сил выдержать это. Субтитры создавал DimaTorzok